Приветствую любители Москвы! Вы смотрите передачу обозрения московских храмов. Но и сегодня продолжение Сретенки. Если в конце, ближе к Садовому кольцу, рядышком находится храм вчерашней Троицы в листах, то в начале эта улица Сретенка, она как видите с двух сторон обрамлена храмами. Находится еще один храм, который был построен в Слободе Печатников. Здесь находилась Слобода Печатников, она фактически всю Сретенку занимала с конца 17 века. Но до этого Стрельцы были, а потом их сменили Печатники, потому что Стрельцы подняли бунт, за это их Петр, соответственно, репрессировал, ликвидировал, и после этого Стрельцова фактически уже не было, и Петр потом создал регулярно... Здесь, кстати, строится гостиница, ну помните, там Семеновские, Преображенские полки, да, вот это все. Ну а здесь вот Печатники жили, да, и вот у них было фактически две церкви, вот они построили как раз-то, да, вот в конце 17 века. Первый храм, это Троица в листах, а второй храм, он так называется, Успение в Печатниках, в Печатниках, то есть именно вот Слободе Печатников. Надо сказать, что сами Печатники, они здесь жили, но работали они не здесь. Ну, может, там частично какие-то гравюры делали, но что-то там какое-то небольшое. Но в основном все-таки они работали в Печатном дворе, который находился на Никольской улице, ну, можно сказать, прям вот совсем у Кремля, чего уж там буквально рукой подать. Вот, ну а здесь они жили, ну, все, в принципе, недалеко. Здесь вот рядом Бульварное кольцо, то есть если та церковь, она, вот Троица в листах находится около Садового кольца, то вот эта храма находится около Бульварного кольца. Видите, вот Ульц-Сретенка, она как раз соединяет Бульварное кольцо и Садовое кольцо. Два кольца московских. Ну, и здесь вот в конце XVII века была построена еще одна церковь, да, вот, в Успене. Ну, и в отличие от той церкви Пятиглавы, эта церковь, она одноглавая, вот, и, ну, тоже довольно красивая, кстати. Они обе церкви, обе красивые. Вот, в стиле барокко. И вот одна глава, трапезна и двухъярусные колокольни. Вот, и кроме того, также около угла трапезной построена небольшая часовня. Надо сказать, что от XVII века, то есть от конца XVII века сохранился, ну, как часто обычно и бывает, ну, в том числе в церкви Троица, вот, в предыдущих в листах, да, сохранился только четверик. То есть вот основа храма сохранилась. Вот то, что мы видим, вот эта вот основа, да, одна глава, вот это вот главный такой вот именно четверик. Вот, основной объем, да, с апсидой. Вот это сохранилось. А трапезная, она перестраивалась. То есть и в XVIII веке перестраивалась, и в конце XIX, начале XX она тоже перестраивалась довольно серьезно. Ну, судя по всему, прежде всего, это было вызвано тем, что, ну, как правило, как обычной причиной перестройки, она заключалась именно в расширении трапезной. Потому что, как правило, все больше народу стало. То есть, когда храм строился, народу было, естественно, не так много. С течением, соответственно, времени, веков, все больше и больше людей приходило. И поэтому храм не увещал всех желающих, и приходилось расширять. Ну, что делать? Где люди стоят, молятся Богу в основном в трапезной, естественно, да, вот. Ну, не в алтаре же, в алтаре там священники, священнослужители. Вот. А, соответственно, в основном молятся именно в трапезной. Ну, понятно, колокольня это как вход, да, вот. А молитва идет в основном именно в трапезной. Ну, и там люди стоят, и, соответственно, чтобы как-то вместить всех желающих, то приходится вот расширять. Вот. В трапезной там два предела. Один Никольский Николай Чудотворца, ну, а второй усекновение главы Иоанна Предтеча. Храм очень красивый, такой кубический, с красивыми стройными пропорциями, с карнизом, с красивыми наличниками, которые несут на верши гребешки такие вот, да. Ну, вот это как раз вот бульварное кольцо. Ну, дальше там Сретенка переходит в Большую Лубянку, ну, или наоборот, Большая Лубянка переходит в Сретенку, если быть более точным. Хотя когда-то это была просто, соответственно, Сретенка. Потом Сретенку немножко оставили частью Сретенка, оставили название, а вторую часть назвали Большая Лубянка улиц. Ну, по сути, это единственная магистраль, которая потом дальше уже, вот она идет от Лубянской площади, да, а дальше она продолжается, уже Сретенка переходит в Проспект Мира. Ну, это единая такая большая Ярославская дорога, если так вот посмотреть по карте, да, вот видите. Ну, вот видите, как вот храм какой стал достаточно большой, такой уж довольно разлапистый. Ну, красивый, да, храм, и наличники, видите, и разные, так сказать, украшения. Часовня вообще очень красивая в русском стиле, с пучками полуколонок, с карнизом, с полисом филенок, окунных наличников, которые воспроизводят форму перспективных порталов. Колокольни тоже красивые, с ярусом звона, с граненым барабаном, с небольшим кирпичным шатром таким, да. Вот это вот все, значит, формировался храм постепенно, то есть основа его в конце 17 века, ну, а впоследствии уже вот расширение храма, за счет прилично трапезной, конечно, да, оно происходило уже в последующих веках, то есть в 18-м, 19-м и даже в начале 20-го века. Вот, это все построено в стиле Нарышкинская барокко, так сказать. Ну, это один из самых таких пышных стилей Нарышкинской, еще и Лизаветинская барокко, ну, я не знаю даже, кто из них более крутой. Ну, вот такие одни из самых, ну, не одни из самых, а фактически, ну, или, может, все-таки, действительно, одни из самых праздничных стилей, потому что еще есть русско-зорычище, но это еще до этого было, таких храмов уже почти не сохранилось, еще до барокко был стиль, тоже очень, это, пожалуй, вообще самый праздничный. Ну, вот здесь вход находится, вот, с этой стороны, вот, как раз бульварного кольца, ну, оно фактически стоит на перещине, вот видите, бульварного кольца и улицрейсинга. Ну, вот. И дальше там уже вот рождественский бульвар, ну, вот. А внутри храма, да, храм в советское время, он закрывался, то есть, так же, как и храм Троица в листах, и здесь весь интерьер, он новый. Вот, опять же, так же, как и тоже там, тоже, видите, немножко история повторяется. Два храма в печатниках, в словоде печатников, да, оба храма красивы, хотя, правда, тот пятиглавый, это одноглавый, но все равно они оба в селе барокко, вот, даже, может, более красивые. Тоже такие довольно большие храмы, ну, тот, пожалуй, такой более помпезный, там, как даже больше, как собор похож, но этот тоже ему не очень сильно уступает. Ну, и тоже они вот закрывались, видите, в советское время, вот главный престол, в честь как раз Успения Богородицы, да, вот, если тот, вот, на честь Троицы, да, потому что Богомольцы шли к Троице, в честь Бога, а, соответственно, это у нас в честь Успения Богородицы, Богородичный храм, да, то есть тот господский храм, а этот Богородичный, вот, один из главных праздников, тоже Прославной Церкви, Успения Богородицы, вот, ну, и здесь все фактически распотрошили в этом храме, и были тут выставки всякие какие-то, советская Арктика, в общем, сначала про Арктику показывали, а потом уже была выставка морской флот Советского Союза, вот, ну, и тут все перестроили, кресты сняли, ограду убрали, внутренне все, как говорится, выпотрошили, да, и, в общем, все тут перепланировали, короче говоря, все это продолжалось аж до 94-го года, и только тогда вот храм уже передали Церкви, снова, вернее, возвратили его Церкви, и с тех пор здесь восстановились богослужения, которые проходят, правда, не каждый день, тут служат, вроде как, два священника, но настоятель, и еще второй священник. Ну, в основном, по выходным дням, и, естественно, по большим праздникам, утром, иногда и вечером тоже бывают богослужения, особенно под большие праздники, или под воскресенье, вот, ну, и вот часто накануне воскресенья, в субботу, там, или накануне больших праздников, вечером бывает молебен с акапистом Успению Богородицы, в честь которого расписывал храм. Ну, и здесь хранятся, и еще раз повторюсь, интерьером фактически новый, да, и, как видите, тут еще, конечно, требуются определенные и росписи, конечно, бы хотелось видеть, наверное, да, и какое-то еще, наверное, больше благоукрашение, все-таки, как-то еще пока не до конца видно, что храм восстановлен, немножко сыровато как-то все выглядит пока, вот, ну, тут есть чтимы иконы, сейчас степчинских старцев, также, вот, частицы их мощей, есть священномученика Николая Толкского, икона, одной из новомучеников российских, также, вот, монахов Иова и Амфилохи Почаевских, которые, вот, Почаевская лавра, да, там, служили Богу, ну, и Матроны Московской, все, конечно, знают, вот, святую, да, тоже сестись с ее мощей, это вот такие вот основные святыни этого храма, которые здесь есть, вот, ну, и, в общем-то, как видите, пространство довольно большое, здесь, в принципе, места всем хватает, и даже в праздники, в принципе, народу бывает не так уж много, ну, потому что вокруг мало жилых домов уже сохранилось сейчас, это раньше, наоборот, тут полно домов строился, впоследствии, впоследствии, ну, а потом уже, сейчас, в основном, все эти бывшие жилые дома либо снесены, либо уже переделаны под улицы, ну, и вот можно в этом храме купить вот такую брошюрку, которая как раз посвящена этому храму, видите, в Слободе царских печатников, да, и вот такая небольшая книжечка, да, видите, с иллюстрациями, и цветными, и черно-белыми, и она так достаточно подробно, в принципе, ну, может быть, и кратенько, но вполне, так сказать, основные вехи истории и современной жизни вот этого храма, успения в печатниках, она освещает, так что вот можете приобрести, ну, и побывать здесь, конечно, имеет смысл, потому что старые храмы,